Вероятно, кто-то покрутит у виска пальцем и скажет, что я грёбанный псих, но я выполнил 9 контрактов по уборке свеклы и картофеля. Просто очень нужны были деньги. Ну что ж, друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и мы продолжаем играть в нашу любимую карьеру на карте свапа Агра. 6 утра, самое время начинать работу и, друзья, что мы будем сегодня делать? Во-первых, у нас прошел стрим. Это была пятница, на котором мы пофармили денег на контрактах, заработали 600 косарей и, в общем-то, денег заработали. Потом я еще решился на уборку свеклы и картофеля. Не знаю зачем, очень нужны деньги. Сегодня мы их будем тратить. Я обожаю тратить деньги. Короче, за контракты получилось 586 кусков и еще 630 тысяч за излишки свеклы и картошки. Это просто охренеть сколько. 9 контрактов там было, по-моему. Сейчас тут всякое разное есть, но об этом не будем. Единственное, он висит, контракт на третье поле. Наше любимое третье поле. Там ячмень и я хочу ее тоже убрать. Но это все потом. В общем-то, друзья, что нам надо сегодня сделать? Разумеется, нам нужно убрать наше поле. Оно засеяно овсом и с ним, в общем-то, все хорошо, за исключением того, что на стриме мы его засеяли, объединили и все было круто. Но вышла обнова карта и это все нахрен слетело, поэтому мне пришлось его заново объединять, заново полностью перепахивать, заново посыпать известью полностью. В общем-то, все поле прошло еще раз эту всю обработку. Единственный косяк, конечно, я забыл его удобрить второй раз. А то, что уже было засеяно на стриме кусочек, оно перепахалось в землю и получилось так, что тут у нас удобрен кусок. Не знаю, в общем-то, как это работает, но так вот получилось. Ну, а второй раз я, ну, забыл. У нас сейчас здесь все поля требуют вспашку, потому что обновилась карта. Почему-то все это дело нахрен сбросилось. Ну, да ладно. Также, друзья, у нас сбросился весь терраформинг, который был на 36-м поле около лошадок. То есть у нас здесь сейчас, ну, практически поле, голая земля. В общем-то, надо будет сегодня все это дело нахрен закрасить обратно. То, видимо, вон как на поле стоят эти загоны. Надо здесь другую почву будет сделать. Также, друзья, сегодня я решил приобрести биогаз и рядом стоящие лужайки. Все вот эту вот траву, вот эту и вот эту. Плюс поставить надо будет там ферментатор, чтобы делался силос, потому что с ямами я уже в свое время наигрался. Больше мне не хочется. Будем делать силос из ферментатора. Ну и там это дело все тоже надо будет красиво оформить. Ну, а насчет контрактов там уже как успеем. Наверное, опять на стриме всем этим делом займемся. В общем-то, погнали работать. В прошлой серии, друзья, мы взяли вот такого вот замечательного мана с платформой. И сегодня мы возьмем еще прицепчик к нему. Разумеется, возьмем сразу же топовый. Мне вот этот на 60 тысяч не нравится, который двухсекционный. Он какой-то сильно длинный и не все возит. И неудобный старый добрый красный вот этот крамп, который, наверное, в 13 ферме уже был. 78 тысяч он стоит. Мы его, разумеется, покупаем. И когда поедем в магазин, еще перекрасим нашего мана. Потому что оранжевый с красным, боюсь, не будет смотреться. Хотя посмотрим, может и будет. Но сначала надо поставить комбайн, убирать поле. Поэтому давайте-ка в него сядем. Поле у нас теперь стало трохи побольше. Теперь их два. Седьмое, восьмое. В общем-то, стартовать уборку мы теперь будем отсюда. Потому что здесь, скажем так, длинная сторона идет. Маршрут абсолютно такой же генерируем, как обычно. Тут ничего нового. Разворачиваем комбайн. Что ж ты не разворачиваешь? А, все правильно. Включаем его. И со стартовой точки давай, дружище, работай. Ой, соломку он нам делает. Все хорошо. Делает ведь соломку? Отлично, отделяет. Все хорошо. Ну, а мы тогда переносимся к ману и поехали за прицепом. Прибываем. И давайте-ка глянем, как это все дело у нас будет смотреться. Блин, на самом деле не так уж и плохо, наверное. Или все-таки ман должен... Татра, точнее. Ха-ха. Точняк, у нас же Татра. Что-то я поздновато вспомнил об этом. Ладно, давайте ее реально покрасим в красный с белым. Я не знаю. Настроить. Основной цвет. Какой у нас прицеп? Вот такой вот. Кейс ин. Ох, ты как цвета-то называются? Подписаны, короче. Типа по Джон Дир. Первый раз такое вижу. По-моему, это у вас в обнове было. Классовские цвета. Смотрелось все. Свет грязи. На самом деле прикольно, конечно. Ну, ладно, давайте цвета кейса и белый обод. Или нет, не белый. Пускай это тоже будет красный. Окей. Что у нас получилось? Да, нормально. Я думаю, с прицепом они будут смотреться вместе. Ну и че, ну и нормалды, в принципе. Не совсем попал, наверное, надо было поярче еще делать. Ну, пофигу. Погнали обратно, в общем-то, на базу. А мы сразу же тогда приезжаем на поле. И давайте загрузим ему маршрутик. У нас будет работа с комбайнами. Поле 07, база. Потом мы его перепишем. Комбайн тоже выбираем наш. Лексион. И давай со следующей ближайшей точки погнал. Вроде как должны, в общем-то, они справиться без проблем. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Мы тогда, друзья, давайте перейдем к нашим лошадкам. Во-первых, посмотрим, как у них дела. С момента последней серии прошло 2 игровых дня. Они, в общем-то, уже прокачаны на 44%. 22 775 за штуку они нынче стоят. Ну, это хорошо. Скоро уже будем продавать. Еда у них и все остальное в порядке, в полном. Поэтому пока что ничего мы подвозить не будем. Плюс овса мы сейчас еще заготовим. У нас его будет до хрена. Сена 100 кубов есть на этой самой, на сушилке. Если что, тоже всегда можно будет закинуть. И травы тоже до хрена можно будет, если что, косить. Пока не будем. Пока запасы есть, все нормально. А вот что здесь надо сделать, так это, конечно же, вернуть старый терраформинг. Старые дорожки провести вот эти вот. Все вот это вот дело зарисовать на хрен. Поэтому давайте-ка этим и займемся. Только, опять-таки, мне нужны кнопочки. Потому что я ни хрена не шарю. Измените режим планировки. Икс окрашивания. Вот, то что нам надо. И вот здесь вот надо выбрать, какой у нас тип земли идет. Как это меняется. Так, во-первых, радиус давай-ка вот такой. И табом мы это дело щелкаем. Да, вот этот я угадал. В общем-то, давайте делаем. Так, ну кто там застрял, мать вашу? А, такое иногда да, бывает. Не иногда, а на самом деле постоянно. А, еще ж этому надо, кстати, смещение поставить. Потому что оно ни хрена неправильное стоит. Нужно 11 метров под этот комбайн. Нет, не будешь сыпать? Ты че? Во, подъехал под трубу. Нормально. Можно, кстати, даже больше чуть-чуть поставить. Даже не можно, а нужно. Давай 12 метров. 12.3. Как жадко. Во, и нормально. А мы тогда возвращаемся к нашим баранам. Точнее, лошадкам. Ну, вроде как-то так. Только так получилось, что у нас один загон с землей у лошадей, а второй загон идет с травой. На самом деле, у меня есть мысль, что после того, как мы продадим этих лошадей, я эти загоны хочу снести. Они мне не очень нравятся. Поставим потом дефолтные. Я эти ставил для того, чтобы там было 25 лошадей. Их тут ни хрена не 25. 16, как и в стандартных. Поэтому будем пользоваться стандартными. Ну, теперь опять здесь выглядит все так, как и раньше. За исключением, конечно, внутренностей. Честно говоря, уже впадло было. Пускай пока будет именно так. Потом займемся, когда придет время. В принципе, через пару серий это уже, наверное, случится. Ну что ж, друзья, теперь переходим к самому интересному. Покупка БГА. До этого два голосования было. БГА или лошадки. И БГА проиграла. Потом БГА или поле. И опять БГА проиграла. Но уже пришло время. Поэтому пора его покупать. 424 тысячи стоит участок с БГА. 726 тысяч стоит лужайка, которая рядом находится. Мы с нее будем косить траву. И нам еще маленькая лужайка за БГА. Понадобится тоже 189 тысяч она у нас стоит. Ее мы тоже покупаем. Итого остается 592 тысячи. И на самом деле это не все. Есть вот такой вот замечательный ферментатор. Который нам надо поставить на ту лужайку, которая находится за БГА. Как я уже говорил с ямами, я в свое время наигрался. С меня довольно. Поэтому надо пнуть туда вот эту штуку. Находится он у нас вот эта лужайка у нас здесь. Нам надо сделать так, чтобы для курсплея было удобно как-то ездить. В принципе можно выезды кстати вот к этой дороге сделать. Давайте-ка вот отсюда это дело посмотрим. Хотя там большая такая площадь для покоса. Можно ферментатор вон прямо на БГА пихнуть. Но сюда не дает почему-то. Можно вот сюда. Но неудобно будет разгружаться. Можно вот эти деревья снести и повернуть его. Блин, это идея кстати. Мы же реально их спилить нахрен. А давайте и правда спилим вот эти вот деревья. Они здесь реально нахрен не нужны. Заодно потестим одну хреновину. Это будет вот такой вот Brooks All-in-One. Короче такая хреновина, которая будет срезать эти деревья. Насколько я понял. И делать нам щепу. Соответственно в прицеп, который сзади будет припаркован. Давайте арендуем эту хреновину. Просто затестим. Еще пенькорезка кстати нужна будет. Ну ладно, это попозже. Как внезапно это все поменялось. Давайте возьмем нашего Джонни. Цепанем наш прицепчик. И поехали за новой приблудой. Я честно говоря не знаю. Она спиливает деревья или нет. Я вообще ни разу ей не пользовался. Так что будем сейчас экспериментировать. Так, мы хотели покуситься вот на эти деревья. Поэтому надо че-то как-то икс развернуть. О, выставить трубу. Че-то мне кажется он их пилить не будет. То есть их надо попилить. А потом уже спиленные подавать в эту самую. В эту хреновину. Но мы попробуем. Почему бы и нет. А вдруг я не прав. Не, че-то пытается. Но хотя судя по звукам он их даже и пилить пытается. Не, видимо так это не работает. Поэтому глушимся и берем себе бензопилу. Штиль добавилось. Ее раньше не было, да? Ладно, я в любом случае возьму себе хускварну. Потому что у меня есть хускварна. Во! Так что сейчас мы короче нахрен спилим это дерево. Как-то очень высоко получилось. Получено достижение. Первое дерево вообще в 19 ферме, которое я спилил в одиночной игре. И это не шуточки. Я не могу его пододвинуть. Потому что предмет слишком тяжелый. Ладно, нам это и не надо. Давайте-ка включаем обратно эту шайтан машину. И попробуем засосать это сраное дерево. О, обидно будет, если я окажусь неправ. И оно все работает не так. Вот это поворот! А, то есть вот так это работает. Как-то и не прикольно на самом деле. Второе уже не влезет, наверное, да? Ладно, давайте спилим все деревья эти. Вон березка маленькая, можно будет ее попробовать щупнуть. Такс, это есть. Это тоже есть. И последнее. Хоп! Тоже есть. Я, пожалуй, бензопилу, наверное, сразу же и продам. Ну, потому что она нам не нужна. Будет на колесико все время мешать. Ну что, давайте тогда еще какое-нибудь деревце-то засосем. Давайте маленькое сначала. Потому что, мне кажется, тут не вылезет большое. А, маленькое вообще оказалось мало. Я что-то не понимаю в этой жизни, наверное, чего-то. Щипы показывает 40 тысяч. И это 38%. А, видимо, до хрена влазит в эту самую. В саму дробилку эту. Потому что объединились эти параметры. Ну ладно, тогда и в это дерево тоже сразу. Оп. 56 тысяч. Хорошо. Повезли тогда все это дело на базу. По-моему, раньше у нас здесь щипа хранилась. Или во втором. Вот, не помню. По-моему, в первом. Где у нас щипа-то хранится? Идутся технические работы. Не написано. По-моему, в первом бункере хранилась раньше. А, у меня же не выбран прицеп, да? Кстати, вот эту штуку надо снова развернуть. И выбрать прицеп, как основное устройство. Тогда мы можем подъехать, и он покажет разгрузку, да? О, как я и говорил. Ну и вот и отлично. Теперь у нас есть щипа на будущее. Так, сейчас нам надо взять, знаете что? Пинкорезку. Кстати, с этой хреновиной еще была в комплекте пинкорезка. Которая, причем, сразу что-то как-то делала. Но да бог с ней. Да, вон у Брукса, видите? 75 тысяч литров есть в свой бункер. Охрененно длинная труба, да? Ну да ладно. В общем-то, нас сейчас, разумеется, интересует аренда вот этой хреновины. Поэтому погнали за ней. Такс, и сейчас нам нужно избавиться от этих пинков. Только вот у нас тут Татра застряла. Вот падла. Надо, да, переписывать маршрут под длинный трак. Он первый раз поехал выгружаться, я так понимаю. Давай, друг, с ближайшей точки. Манов почему-то точки, кстати, левее пишутся. Он едет немножко по-другому. Ну ладно, мы возвращаемся. Я надеюсь, они там справятся как-нибудь. Ну что, давайте тогда пеньки. Избавляемся их. Тут 4 штуки. Мы из-за этого тащили пинкорезку. В общем-то, ее включаем и погнали. Такс, ну вроде все сделали. Так что можно эту хреновину отцеплять. И идти в магазин сдавать то, что мы арендовали. Вот так вот. И все. Давайте тогда трактора пока припаркуем где-нибудь здесь, чтобы он не мешал. И мы тогда возвращаемся к нашим баранам. То есть к ферментатору. Давайте его вот так вот повернем. С другой стороны там выгрузка дегистата будет. Я не знаю, как она работает с курсплеем. Давайте на всякий случай поставим это все дело вот сюда. А вот с курсплеем дегистат будет работать. И мы, короче, обрадуемся потом. Вот так вот. Ты дышь. Готово. Давайте-ка подойдем поближе, посмотрим. Что и как это у нас тут. Во, сюда мы, короче, высыпаем сечку траву или сена. Вот здесь у нас триггер, видимо, дегистат будет. А вот здесь мы будем получать силос. Тут, видимо, будут гореть кранчики. Но мы сейчас это все дело затестируем, наверное. Не прямо сейчас, чуть попозже. Но посмотрим, в общем-то, как оно работает здесь. Я еще не пробовал. Кстати, вот в меню Control G, то есть Global Company, у нас появился вот, во-первых, ферментер. Вообще ферментатор, правильно, наверное. Можем сюда миллион литров сечка сена, трава и люцерна. Но это на картах, на которых она есть. Здесь ее нету. Так что сечка трава-сена просто. На выходе у нас силос. Ага. Дегистата на выходе не будет, да? И бог с ним. Можно, кстати, вам купить. Но мы не будем. И, разумеется, у нас появилось еще меню биогаза. 1, 2, трава-сечка. Силос выгружается на продажу. Также силос у нас выгружается на производство биогаза. Только тут картинка что-то не то на ней. Ну и ладно. Разрабы разберутся. Вот здесь уже сырье у нас получается. Силос и продукция биогаз и дегистат. Какой пропорции оно на данный момент будет переделываться, я без понятия. Потом узнаем. Сейчас же, друзья, нам надо здесь еще аккуратненько подвести дорожки к этому всему делу. Чтобы это все было прям по фэншую. Но можно было, наверное, в угол ставить. Я не понимаю, что это за триггера. Почему их тут три? Ну, логично, что сюда одно. Ладно, я не знаю. Я думал, этот триггер для дегистатов будет. Но, оказывается, нет. В общем-то, продолжаем мы планировать все это дело. Возвращаемся в режим планировки. И нам теперь нужно найти тип земли, который похож на асфальт. Так, чтобы он был прям похож. И нет, это не этот. Хотя можно здесь все вот так вот закрасить. А какая у нас тут дорожка? У нас дорожка тоже не такая. У нас тут вот такая дорожка. Нет, плитка. Что-то непонятное. О, я нашел. И все отлично. Здесь то же самое, да? О, здесь то же самое. Отлично. Значит, ведем дорожку. Ну, как-то так. Я не знаю, красиво, некрасиво. Ну, более-менее получилось. Похоже на правду. Кривоватенько, но, как по мне, даже так и лучше. Вылазим отсюда. И давайте-ка пройдемся по этой дорожке. Посмотрим, что да как. В принципе, как по мне, так и норм. Кривоватая, конечно, но это из-за ландшафта. Нормально, слушайте, мне нравится. В общем-то, друзья, какой у нас план действия вообще по добыче силоса? Мы будем косить вот эту вот всю полянку. И возить траву. Все это дело будет делаться по курсплею. Возить мы это будем на базу. С базы мы проложим маршрут сюда. То есть, трава, которая будет делаться в силос, будет ездить сюда. Также мы оттуда пропишем маршрут на сушку, потому что у нас сушка увеличилась. Теперь там 500 кубов можно. Можно будет на сено. Можно будет сюда сечку с базы возить. Что угодно, короче, можно будет. И отсюда также мы пропишем маршрут на силос, который будет возиться на базу. И будет маршрут, который будет этот силос с базы продавать. Или же на биогаз. Так что планы пока что вот такие. Я понимаю, что с одной стороны, конечно, правильно, наверное, было бы сразу покошенную траву сюда сгружать. Мы бы, может, и время экономили, но нет. Плюс когда-нибудь мы еще купим взлёточку, которая у нас находится на юге карты. В общем-то, ладно. Все это хорошо. Давайте-ка запаркуем трактор и пригоним сюда косилку. Для начала, друзья, мы запишем маршрут на то, чтобы эта косилка сама, кстати, возила к нам на базу траву. Поэтому давайте-ка мы, наверное, ее развернем даже. Вот так вот. И примерно вот с этого угла она будет ездить на базу и возить. Поэтому, в общем-то, нажимаем на кнопочку начать запись маршрута. И медленно, аккуратненько, видимо, придется это делать от третьего лица, едем на базу. Вот. И здесь мы этот маршрут прерываем. Сразу же сохраним его. Будет он называться у нас трава база. Вот так вот. Ну и, разумеется, сбрасываем. И теперь наша задача еще очертить поле, которое будет у нас коситься. Потому что здесь, по сути дела, поля нету. Просто лужайка. Поэтому нам надо проехать вокруг и очертить границы. Вот такие вот контуры получились. Я понимаю, что можно было больше травы зацепить, но сильно жадничать я решил, в общем-то, не жадничать. И теперь же мы на основе этого контура генерируем маршрут на покос. Я даже не знаю, на что это похоже. Давай, в общем-то, поворотная полоса. Четыре штуки против часовой стрелки сглаживать. Тринадцать с половиной метров. Вот так вот. Нормально? Нормально. Выходим назад. И этот маршрут мы тоже сохраняем. Это у нас будет покос травы. И теперь, в общем-то, к покосу травы добавляем еще и трава база. Я надеюсь, они вместе будут прекрасно работать со стартовой точки. Друзья, как-то так примерно это работает. Он дальше пошел собирать травку. Такая вот, в общем-то, автоматизированная у нас система будет. Знаете, друзья, что я подумал? Вот этот прицеп, который желтенький у нас сейчас с Джонни, мы его будем использовать для доставок. Для доставок, для продаж и для всего прочего. Потому что маршрут на Мане и на Татаре, он почему-то пишется как-то... Точки по-другому пишутся. Он относительно этих точек по-другому едет. Они, короче, несовместимы с тракторами. Так что по курсплею у нас, короче, будет работать всегда трактор с прицепом. Может быть, мы потом другой прицеп возьмем уже когда-нибудь. А ман у нас будет исключительно для того, чтобы мы сами на нем ездили. Точнее, Татра. Вот, ребята, о чем я говорил. Я всегда называю Татру маном. Но не суть важна. В общем-то, у нас там уже собралось немножко травы. Поэтому погнали на БГА. И нарисуем маршрут для того, чтобы эту самую траву возить на ферментатор. В общем-то, подъезжаем к пункту выдачи травы. И он не работает. Потому что я криво встал. Все нормально. На самом деле, мне не очень нравится вот это хранилище. Из-за того, что тяжело подъезжать под вот эти триггера. Так, что у нас тут есть? У нас тут есть щипа 56 кубов. У нас соломы, кстати, 650 кубов есть. И уже 168 кубов травы. Вот, собственно, вот эту траву мы сейчас сюда и засыпаем. И нажимаем на кнопочку начать запись маршрута. Погнали. Ну и трава у нас не здесь оказывается высыпается по ходу. Или здесь? У меня опять не то устройство было выбрано. Не, не здесь. Ладно, сейчас сделаем вот такой кружочек тогда. И подъедем на другой триггер. И не здесь. Вот тяна. Может быть, надо задом тогда подъехать вон туда? Ну, кстати, это может быть похожим на правду. Типа вот так вот. И на ленту. Нет. И что, и как эта шайтан машина работает на самом деле? Я, кстати, вот, да, подходя к ней, ни разу не видел, ни разу не видел всплывающее окошко в правом нижнем углу, которое что-нибудь показывало бы. Еще какой-то стоит. Так, у нас закончилась уборка поля, но пока что бог с ней. Просто смотрите, вот, когда мы заходим на БГА, подходим, например, к самому БГА, справа появляется вот такое производство биогаза. Типа по линейке. Сырье, продукты. То же самое у нас на сушке было, которую мы ставили. А на ферментаторе такой штуки я не увидел. Поэтому у меня закономерный вопрос. Где? Где у нас и что? Нигде нету. Машины Энтшальтен. О, блин, ее типа включить надо? Что-то новенькое. Вручную. И да, вон, видите, открылась вот эта хреновина. И, видимо, теперь этот триггер заработает. А ну-ка попробуем. О, пошла разгрузка травы. Отлично. И эта вся штука зашуршала. Так, теперь то, что мы здесь наворотили, надо все нахрен постирать. В общем-то, вот так вот и пойдет. Вопрос еще, что там за второй триггер. Хрен его знает. В общем-то, оно тут все вертится. Трава 2,156 килограмм. Люцерна. Непонятные какие-то штуки. Не по-русски это все. Вот тут тоже что-то. О, вот тут появился. Видите? Вот этот вот. Про это окошко я вам говорил. Его не было. Ладно. И вот здесь на входе это все дело появилось. Сечка сена, трава, люцерна. Видимо, здесь тоже можно рассыпаться. Ладно, хорошо. Не суть важно. Поехали закольцуем этот маршрут, чтобы он был у нас рабочим. И вот здесь мы его прерываем и сразу же сохраняем. Трава, ферментатор он будет называться. Соответственно, транспортировка и продажа. Возить ему, говорим, травку. Во, трава. И со следующей точки погнал. Во. Короче, друзья, все работает. Все шикарно. И у нас тут уже даже появилось немножко силоса готового. И судя по всему, один к одному перерабатывает. Без потерь. Что тоже замечательно. Мне это нравится. Шикарно. В общем-то, друзья, на этом я серию тогда эту закончу. Как обычно, на выходных будет стремец. Соберем на нем соломку. Ну, я сейчас за кадром уже это поле доделаю, наверное. В общем-то, соберем соломку. Подготовим поле к посеву и контрактики опять-таки. Что будет в следующей серии, я пока что еще не знаю. Есть три варианта. Скорее всего, друзья, приобретем мы себе компост мастер. И, соответственно, солому пустим на компост. Тоже сделаем маршрутики. И все будет круто там. Правда, надо будет чуть-чуть силоса сделать. В общем-то, посмотрим. Точнее, не силоса, а биогаза. Короче, здесь у нас все работает. Вот такая вот у нас, в общем-то, система производства силоса. Полностью автоматизированная получилась. Все сделали, все настроили. Все красиво. Так что, в общем-то, приходите на стрим. Там будет продолжение. Ориентировочно в субботу или воскресенье. Пока точно не знаю. Для того, чтобы все это дело не пропустить, вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на уведомления в этой группе. Там всегда анонсы. Или же вступайте на наш канал в Дискорде. Там тоже я всегда делаю анонсы. Вы это дело не пропустите. Не пожалейте, пожалуйста, лайка под этой серией. Я знаю, вам не сложно. Мне будет приятно. Чтобы не пропустить следующие серии, подписывайся на канал. У нас еще идет прохождение по Зеленой долине. Тоже вполне себе интересное. Как-то так. На этом, друзья, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока.